Привет, друзья! Итак, пора подвести итог матча с Сергеем Жигалко. Матч он выиграл очень убедительно. Мог выиграть еще убедительней, мог вообще не выиграть, если прицепиться к моментам, которые практически в каждой партии были. То есть в каждой партии мне давали шанс, которым я не пользовался. Но начиналось все с того, что я получал плохую позицию. То есть мог выиграть еще убедительно. Надо быть объективным. В первой партии в новоиндийской защите из массы ходов, есть А3 ход, слон Ж5, Ж3, слон Ф4, я выбрал Ж3. И в общем-то в следующей тоже, полностью забыв здесь теорию. То есть вот эта позиция есть. Наиболее неприятным для черных ходом сейчас считается гладиация 1. Есть добротный, естественный ход слон Ж2. По нескольку партий прокомментированных, между прочим, я клеил в этот ролик. Одна из них моего противника. Он против Копалова играл эти позиции черными. Конечно, надо было посерьезнее отнестись к его творчеству. Изучить, по крайней мере, вот эти ключевые партии. Я же сделал ход Е4. Ход сам по себе неплохой. Если мне не изменяет память, вообще находится на первой строчке или на второй. По популярности. Но перевеса здесь у белых нет. Самый логичный ответ здесь CD. Там равная игра примерно. Очень сложная, примерно равная. Тоже я вклеил партии. Обязательно посмотрите их в описании под роликом. Скачайте это, посмотрите. То есть, получите ничуть не меньше пользы, чем от прослушивания. Того, что я вам сообщаю. Есть ход Ферзь С2. Тоже достаточно боевой. Но статистика для белых как бы удручающая. Ход Ферзь Е2, по-моему, чуть ли не новинка. И, естественно, очень слабая. Простой от ДЕ, конь бьет Е4, слон Б7. Ставила перед белыми колоссальная проблема. Потому что сейчас вот висит конь на Е4. Есть проблемы с защитой пешки Д. Да, это все черт, красный. Если разменяться на Ф6, то слон Е7 начнет тоже давить на Д4. Появится ресурс С7, С5. В общем, проблемы сплошные у белых. С5 тоже отличный ход. Железо говорит, что здесь мне надо было бить ДС. Но после ДС, БС, слон бьет С5. Оценочка очевидна. У белых слабость на С4. Слабое поле на Д4. В общем, по дебюту я получил хуже. Ну, вот, если вот взять вот эту щель. Ну, и вот здесь тоже простой ход ДС. Оставлял черных с лишней пешкой. И компенсации за нее, ну, какая-то есть, но ясно, что недостаточная. Сергей выбрал ход кольца С6. И здесь все равно у него получше. Просто в этой позиции ему просто... Не просто... Совершенно необходимо было разменять белопольных слонов и начать добираться до пешки Ф2. Вместо этого последовало слон Б7. Ну, все. Вот дебют окончен. Я сделал рокировку. И его итоги меня более чем устроили. То есть по ходу разыгрывания дебюта я стоял ужасно. На выходе из дебюта у белых стойки перевесили. Пешка Д5 слабая, слон Б7 пассивный. Слона С5 можно ходом Б4 согнать в любой момент. И надо было это сделать немедленно. То есть после Б4 слон Ф8 защитили на Е5. И нет способа спасти пешку Д5. Скажем, ладья С8 слон бьет Д5. У белых здоровая лишняя пешка. Ну и неплохие шансы на победу. О шансах на победу мы поговорим еще чуть позже. О шансах белых на победу. Ход ладья Е1 слабый, черная. еще не уравняли. То есть у них похуже это окончание. Потому что два слона есть два слона. По паре ладей смахнуть не ошибка. Но как здесь вместо естественного слона С3 что меня угоразило поставить слона на Е1. Это для меня большая загадка. Слон бьет Ф7 также угрожает. То есть черным надо играть слон Е7. я пойду Ф4 вытащу короля в центр. То есть оценка очевидна. На ладья С8 всегда ладья Д3 будет. То есть никто ладью на С2 не запустит. Ход слон Е1 ужасный. Здесь снова надо было коня Ж6 подрезать ходом Ф4 необходимый. Я сыграл слон Б3. Здесь надо было напасть на коня. Я пошел слон Е2. Но бог с ним. Белые все равно чуть-чуть подавливают. Ходом Б5 можно было зафиксировать пешку А7. И очевидный пусть не очень большой но плюс у белых. После А3 конь Д4 конечно же стоило пойти слон Д3. Но это все не имеет значения. Я все равно считал, что у меня приличный перевес и боролся за победу. Именно поэтому ну кстати здесь слон С1 нормальный ход совершенно. Слон С1 и потихоньку начинаем играть на херзевом фой на королевском фланге. Расшатывать оборону. То есть у белых лучше несмотря на то что сейчас происходят вращения какие-то. Слоны есть слоны. Рано или поздно они загуляют. Центр открыт. Вместо этого я сыграл слон Б3. Ну и сейчас ходом Король Е2 конечно сразу ничья делалась. Вместо этого я сыграл слон Е3. Все еще борясь за победу. Понятно что после Б5 тоже ничья. Боролся значит вот так за победу. Ну здесь конечно вместо КД5 черные должны были сыграть А5. И борьба белых за победу уже заканчивалась на этом окончательно потому что после БА БА угрожает А4 А3 А2 с выигрышем слона. То есть спасаются ли здесь белые я не знаю. То есть ход слон Д2 конечно слабый. То есть вот эта борьба за победу вышла мне боком. Ну вместо А5 Сергей сыграл КД5 и погнался и погнался за пешкой. Ну если сейчас сыграть КД4 то после слон бьет А7 КД5 А4 у белых будет отдаленная проходная А4 с крайними я сыграл А4 и после конь Д6 черные убедительно реализовали отдали коня за проходную и пешки здесь сами собой проходят. То есть их удержать невозможно. Белый король не участвует в борьбе А возвращаясь к ходу коль бьет Б5 мы обнаружим следующий ресурс. Я конечно его посчитал немножко но черный король в квадрате пешки поэтому Ф5 не годится из-за Ж Ж Ж Ф5 не годится из-за король С6 Ну как же ход Ж6 вылетел из головы Ж6 Ф5 и пешка прошла Вот в такой фантастике можно было начать первую партию Конечно победой я не был достойен но Сергей мне ее дарил В следующей белой партии был тот же самый вариант Давайте сразу с него и начнем Е4 и вот этот дурацкий ход Ферзь Е2 Здесь Сергей видоизменил Чуточку по-другому расставил фигуры и тоже у него огромный перевес Просто после конь Б5 ему стоило вместо взятия на Б5 снова вот в этой позиции отойти слон Б7 Угрожает взятие конь бьет Д4 Связка просто смертельная Угрожает конь бьет Б5 потом конь бьет Д4 А в случае Ферзь Е4 нет хода Д5 потому что белая без пешки угрожает пыль Д4 со скоками под дальнейшим коня С6 Ну а взятие на С7 сразу ведет к сдаче Висит Ферзь висит на Ф3 висит на С7 В общем ходом слон Б7 меня Сергей опять мог обыграть Ну может быть он поверил в репутацию теоретика думал что я тут что-то знаю и тоже не поверил что может мне быстро обыграть потому что переход в Эншпиль с лишней пешкой тоже выглядит достаточно разумным просто черным стоило поставить ладью не на С8 а на Д8 чтобы конь мог попасть на Д5 и структура не оказалась испорчена было ладья АС8 А4 здесь конечно Ф6 наверное конечно наверное сочетание странное в общем стоило черным вроде бы Ф6 испытать хотя после Ф6 планы начинают более живенько работать но конь Д5 ведет сразу к равной позиции ну вот эта позиция равная более того ходом Е6 белые могут побороться за перевес сейчас король Д3 ладья пешку Е6 поддержит черные толком никуда вторгнуться не могут а потенциально у них слабы пешки А7 и Б6 да и пешки Д пока что впечатление проходных не производят но я зевнул я думал что он возьмет на Ф6 я поставлю короля на Д3 и буду посмеиваться конечно опытный шахмакист не позволил мне после ЕФ заблокировать пешку Д4 Д3 сильный ход и на ладья Е8 мне просто необходимо было увидеть что не опасно ладья Е2 потому что сейчас на слона д2 нечем нападать белая просто в ответ на слон g5 или слон c3 съедят этого слона и будет такое взаимное противостояние пушек в общем у белых лишняя фигура окажется а если черные не могут выиграть слона на связке то у белых полный порядок могут при случае еще и за перевес побороться из-за слабости ввиду слабости пешек а7 и б6 но скорее всего это так скорее ближе к ничьей слабый ход слон Е3 позволил ему существенно усилить свою позицию пешка дошла до Д3 ну и конечно здесь размен ладей ведет к большому перевесу король бежит на С4 пешка Д очень сильная как бы за нее не пришлось поплатиться пешками А4 и Б5 за ее нейтрализацию ну и после ладья С8 ладья С1 тут у нас было многократное повторение точно так же Сергей мог разменять и сейчас пешка Б5 отвалится пешка Д осталась живой вероятность что белые проиграют эту позицию на мой взгляд очень высока но снова в общем в окончании Сергей не проявил своих лучших качеств следующей партии черный Сергей видоизменил то есть уже не выбрал другой дебют место новоиндийской предложил мне сыграть вариант ноты боум здесь есть ход конь С3 очень сильный варианты тянута боума у белых на мой взгляд стойкий перевес но им нужно очень точно расставляться в условиях блица я не был уверен что сумею правильно расставить фигурки а одна неточность и белым плохо поэтому спокойный надежный ход ферзь С2 ну и вот здесь основной ход Ж3 такой каталон своеобразный есть ход слон Ж5 тоже очень популярный я выбрал скромный ход ферзь С2 в качестве оправдания партию я вклеил например партию первоисточник партию 1939 года Александр Александрович Олегин так сыграл авторитет большой это меня оправдывает ход Ферзь С2 несомненно не сильнейший обычно ждут хода Б5 приглашения чтобы не холил С4 ну и Василий Михайлович Иванчук так играл в общем эти партии я вклеил Сергей реагирует сильнейшим образом С5 ДЦ так у него продолжалась одна из партий завершившаяся быстро ничьей и еще одна партия также его против Василия Михайловича Иванчука так продолжалась в этой позиции практически все нормальные люди закрывались конем на Ц3 и Василий Михайлович не исключение тоже играл конь Ц3 эту партию тоже вы сможете увидеть в файлике под роликом я поставил коня погибче вот эта позиция на мой взгляд у белых чуточку поприятнее если черные играют не сильнейшим опытом а он сыграл не сильнейшим вместо слона Д7 с идеей быстрее поставить ладью напротив ферзя он поставил ладью на Д8 и у белых была возможность сыграть Б4 очень хороший ход брать на Б4 нельзя слоновый заколь Б3 на А1 защищено а взятие конем ведет к потере ферзя если пешку не брать скажем отойти ферзем то белые получили стойкий пространственный перевес хотят дальше его увеличить сыграть Е5 при этом в любой момент лошадь с Ц6 может быть отогнана путем Б5 ну и противостояние слона Е2 и ферзя H5 выглядит неприятно я сыграл скромнее B3 после слона D7 у черных уже полный порядок вот здесь им надо было видимо сыграть ферзь F5 может быть кстати в ответ на B3 сыграть ферзь F5 дело в том что в этой позиции ход B4 B5 не угрожает разница между вот этой позицией и допустим этой очень серьезно здесь есть угроза B5 а здесь ее нет и у черных ну в общем-то вполне комфортная игра то есть перс на G6 стоит очень неплохо надо белым считаться с переводом коня на F4 думаю что перевеса у белых здесь нет последовало слон D7 вот здесь тоже черным надо было пойти в перс F5 вместо этого Сергей выбрал слон E8 после B4 белые могли получить длительное давление сыграв ладья C1 догнали Хорзиана B8 коня на край доски батарея по большой диагонали выглядит достаточно неприятный сейчас момент соскочило так сейчас а вот все фигурки появились вот эта батарея сейчас что у меня никак не хочет стрелочка рисоваться все нарисовал плюс поле E5 для белого коня над полями E4 D4 тоже контроль имеется то есть плюс пространство которое захватили пешкой B5 на ферзьевом фланге в общем-то черное в положении заезжающейся стороны здесь очевидно вход коня E4 неудачный черные должны были разменяться и правда потом взятие на B4 с идеей потом ферзь C2 отыграть фигуру ведет к ничьей если белые пойдут на этот вариант здесь полное равенство хотя конечно у черных слон против коня при случае могут поиграть на победу но здесь есть у белых сильный ход ферзь G4 потом слон E5 и в общем-то у белых лишние качества вот здесь наверное белые могут побороться и за победу Сергей выбрал ход конь D5 и после ладья C1 у белых очень неприятная инициатива то есть черные поля вокруг короля ослаблены опытный шахматист тут же херзя на помощь королю ведет прикрывая черные поля но здесь ходом ладья D1 конечно белые ставили большие проблемы здесь инициатива очень сильная после ладья C2 тоже у белых получше надо было громно отойти слон E2 чтобы ладьей при случае на C5 прыгнуть если слона E8 черные попытаются ввести в бой то у них будет проблема с защитой и пешки B7 и пешки E5 такая неприятная позиция может быть защитимая конечно непроигранная но неприятная слабый ход A4 позволял немедленно черным перехватить инициативу пешка A4 висит сразу ее черные не били потому что подвисает на F7 но вот здесь белые конечно на F7 отыграть могут но у них слабая пешка A5 при случае слон C4 подвязан ну и в центре конечно черные явно лучше стоят после конь E7 B5 A B A P снова оценочка качнулась в пользу в сторону белых здесь необходимо было пойти конь E4 железо стоит чуть ли не плюс 3 в этих вариантах хотя на самом деле не так просто понять что позиция почти выиграна я понимал что перевес упел вот слон E4 не точный но перевес не выпущен окончательно просто стоило разменяться на F5 выиграть пешку и ну точный ход ладья C4 надо было найти что черные не могут ни к пешке B5 пристать из-за ладья B4 не даже на пешку E4 напасть слон E8 не имеет ни одного хода ферзь тоже обязан сторожить F6 так как противостояние очень страшное и в общем-то здесь шансы белых на победу были достаточно высоки ход G3 слабый белые просто могли остаться без пешки хотя определенная компенсация за пешку есть но вряд ли достаточная более чем для ничьей ну и вот здесь ходом король E5 черные получали лучшие шансы потому что конь G5 удалялся не пойми куда пассивный слон E8 разменивался по избежанию потери пешки B5 вместо этого H6 и Сергею не удалось спасти вот это окончание ну что сказать это блиц ясно что классику Сергей никогда себе такого не позволит Феншпиль совершенно ничейный здесь вот проще всего было пойти на мой взгляд F5 и на доске позиция Филидора то есть короля всегда будут обшаховывать ну и король F8 конечно же сохраняет позицию ничейной да на ладья B6 надо было пойти F6 то есть никак по-человечески уже не усилить позицию самое простое было ну и то как заищался Сергей тоже вполне возможно входа F5 нету без хода F5 усилиться нельзя поэтому тем не менее F5 ладья E8 ну и вот здесь глюк произошел с Сергеем обратите внимание второй раз в матче переход в проигранный пешечный то есть вот слабое место Сергея по крайней мере в матче со мной он дважды пытался перейти в пешечный если первой партии я мог уклониться от перехода выигранный пешечный то здесь ладья связана и отступление невозможно самое простое уйти здесь ладьей на A8 можно даже на E1 тоже ничья на A8 и шаг если ладья F6 то ладья A7 ладья G7 ладья G1 если закрылись пешкой то позиция Филидора начинает гонять короля шагами снизу и ничья после ладья F8 в общем-то Сергей не стал проверять как я макую ферзем и сдался следующей моей белой партии Сергей вернулся ему не понравилось как он провел вот что я только что прокомментировал как дела у него сложились в этом в этой симметричной позиции он вернулся к новоиндийской защите я был верен своим разработкам и снова пошел здесь кольца 3 не знаю сыграл бы я E4 или вспомнил проход ладья C1 в ответ на вот ну на рокировку но Сергей меня опередил он сыграл D5 и взял ED ну конечно самый естественный ход здесь слон G2 в первую партию вклеена победа Ароняна очень неплохая в этом варианте там с перестановкой ходов была в эту партию вклеена партия Навара Корякин Сан-Луис 2017 Навара обыграл Корякина я поставил слона на H3 ну тоже идейное продолжение белое отняли поле C8 размен белопольных слонов в этих позициях на мой взгляд в пользу белых потому что слабость поле C6 в этом случае может сказаться ну и пешку D5 может остаться нечем будет защищать тоже несколько теоретических партий я на эту тему присоединил сможете самостоятельно их посмотреть мы по поводу этой будем разбираться основной ход здесь ладья E8 насколько я понимаю так и Ордакеску обыграл еще в 2005 году будущего гроссмейстера Рамбальдони после C5 сильнейшим видимо является слон G5 я сыграл ладья C1 и только потом слон G5 но вот эта позиция мне нравится здесь я нашел сильный ход ферси А4 это новинка была партия полгар на хибавер пожнится вот но она закончилась ничью полаг отступал слон F4 и только на слон C5 играл Ферзь А4 Ферзь А4 явно сильнее вот в этой позиции у белых микро плюсик есть надо только уйти из-под связки пешка едва же защищена зачем я сыграл А3 непонятно здесь ставим на пешку D5 например проигрывает ладья C8 просто у белых лишняя пешка и сейчас еще на G4 есть шансы создать атаку на короля белые поля ослаблены пешки аж нету то есть этот разноцвет далеко не ничей я сыграл А3 ход слаб потому что сейчас кольный E4 очень мощный пешка D сильная надо было играть слон G2 и делать ничью я сыграл слон G4 и чуть не выиграл партия слабый ход король F1 конечно надо было немедленно играть ладья C4 кто за ладья F1 конечно не ладья F1 а вот здесь король белая чуть-чуть подавлю вроде хотя конь на C3 сильный ну где-то E3 надо сейчас позицию поставлю провести E3 где-то и перейти в такой N слон против коня борьба на двух планах в первой партии мы нечто подобное проходили вместо этого я сыграл король F1 тут можно было перейти в такой ничейный Эншпиль кажется что пешка C3 теряется но у черных находится сильный ход G4 и даже пешечный Эншпиль здесь белые никак не выиграют у них 4 пешки задержаны надежно задержаны с тремя более того у черных есть какие-то запасные темпы по G5 я сыграл слабее G4 но тут такие качели последовали то есть мы каждым ходом начали подставлять вот в этой позиции вместо хода ферзь E5 с мощной централизацией у черных несомненно лучше больше пространства давят на H2 кольный F4 сильный пушки отлично расположены последовал слабый ход F7 белые могли просто выиграть пешку получить мощнейшую проходную по центру и это близко к выиграм через несколько ходов я снова мог пойти E3 напал на коня надо ходить конь D5 ладья бьет D4 конь C7 ладья D8 совершенно выигран N ну и после ладья бьет A7 я догадался что можно сыграть E3 две лишние пешки совершенно подавляющая позиция но тут на меня нашло затмение я забыл про время упал флаг неприятно ну вот эту партию мне кажется я должен был выиграть и вел ее неплохо от начала и до конца видимо единственную в матче ну как бы Сергей тоже молодец сопротивлялся в конце совершенно правильно не сдавался потому что на на этот на реализацию этого я оставил себе мало времени определенную четкость белым еще надо проявить моя последняя последняя партия в матче тот же самый вариант Сергей нашел здесь усиление то есть та же самая позиция быстро возникла ферзь а4 а6 здесь он пошел не слон b4 а слон c5 и почти уравнял то есть может быть вместо ферзь d3 я не помню там какой-то ход я мог сделать и не указал ну ладно найдете самостоятельно тут у белых поприятнее может быть ладья е1 надо пойти так ход ферзь d3 неточный и после размена на e4 мне просто необходимо было ферзей пока сохранить имею ввиду что на e3 есть ход f4 и сейчас ладья cf1 в общем поможет давить на пункт f7 я сделал слабый ход ферзь d8 но может быть еще не проигрывающий вот здесь надо было пожертвовать пешку a2 но влезть на d7 потом перевести слона на f4 видимо ничейная просто позиция но у белых есть свои контр шансы до пешки f2 не добраться а вот пешка f7 нуждается серьезно серьезно нуждается в защите я сделал слабый ход ладья e d1 забыв что после e3 ладья может попасть на d2 ну и сейчас надо было отдавать пешку f2 ход f4 слабый и партия закончилась очень симпатично на ef последует e2 шаг и у черных лишний слог то есть вот так я провел белые партии этого матча в общем спасибо за внимание в ближайшее время появится ролик с анализом черных партий благо там всего лишь один дебют в общем те кто еще не подписался на мой канал подписывайтесь лайки дизлайки с вами был международный госмейстер тx и поддержи долг госсмейстер несколько tracks